В Малом Заре администрации состоялось заседание муниципального совета по реализации приоритетного национального проекта образования в Заинском муниципальном районе. На заседании заслушали ряд образовательных организаций по реализации этого проекта и улучшению состояния учебно-воспитательной и образовательной деятельности коллективов школ и дошкольных образовательных учреждений. Первый период аудитории выступил директор СОЖ номер 4 Альбина Ларина. Она рассказала о направлении выбранном для их работы – обучении, способствующем улучшению мозговой деятельности ББЛ. Эльберт Эйнштейн, всемирно известный ученый и мыслитель, шокировал научное общество, когда предложил теорию относительности. С помощью творчества и воображения правого полушария он представлял взаимодействие пространства и времени в его сознании и преодолел ограничения в трех измерениях. В то же время он также использовал дедукцию и логику левого полушария, чтобы доказать и выяснить научную и математическую ценность теории. Поэтому, когда левое и правое полушария головного мозга объединяются и эффективно используются вместе, результаты могут быть поразительными. О профессиональной компетентности руководителя общеобразовательного учреждения в принятии управленческих решений рассказал директор Татарской гимназии Ленар Ахмедзянов. Своё видение и совершенствование профессиональной адаптации молодых и начинающих педагогов представил председатель Совета молодых педагогов Заянского района, директор Чебуклинской ООЖ Ильфир Габидулин. Профессиональная адаптация педагогов в нашем понимании это процесс активного приспособления личности к новым условиям труда, вхождение его в систему многосторонней деятельности, общение и устранение отношений с педагогическим, родительским, ученическим коллективом. Профессиональная адаптация зависит не только от приобретения знаний и сформированности профессиональных умений и навыков, но и от наличия профессионально значимых личностных качеств. Последним вопросом на повестке дня стало обсуждение профессионального мастерства. В работе заседания также приняли участие заместитель главы района Валерий Акатьев, заместитель руководителя исполкома района, начальник управления образования Гульщащак Галимова.